Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, глава Ваекра. Знаете, вот в храме было все проще. Когда вставил храм, человек совершал какие-то ошибки, какие-то грехи, приносил в храме в жертву животное и выходил оттуда, видя, что принято его искупление. Вообще существует две основные категории ошибок, совершаемые человеком. Первая – это бесятся жиру. Это ошибки вот такой категории, которые обусловлены излишествами, исправляются они сегодня через сжигание жира, то, что называется. Когда у тебя какие-то неприятности, теряются деньги, на что-то ты неожиданно тратишь. Это все есть искупление вот этих ошибок. Вторая категория ошибок, говорят мудрецы, совершается при развитии сценария, ну, кровь в голову, скажем. Это действия, которые обусловлены реальными потребностями, но та форма, в которой они реализованы, является недопустимой и непозволительной. Исправление как это? Через кровь карбана, да? Через жертвоприношение. В наше время мы это искупаем через, к сожалению, различные неприятности. Вообще, обратите внимание, вот есть вечное установление, оно как бы соединяется вместе. Написано, весь жир принадлежит Богу, да? Что это значит в наши дни? Это в наши дни значит только одно, что Бог дает все, что тебе дает Бог. Он дает для тебя, для твоей семьи, для твоего существования. Но когда что-то ты получаешь больше этого, это не твое. Это дается тебе, чтобы проверить, сможешь ли ты это потратить на людей, если скажем так. Это касается времени, денег, там, всего остального. Человеку любое излишество приходит для того, чтобы помочь людям. И человек это раньше понимал легко, сейчас сложнее, потому что связь у нас такая не очень хорошая стала. Затрудненная связь с небом после разрушения храма. Но все равно сегодня не зря говорят, что, например, в Израиле связь ближе. Есть такой анекдот о телефоне. Главный раввин Израиля посетил папу Римского и в Ватикане, увидел красный телефон такой стоит. Папа, раввин спрашивает у него, что это за это? Он говорит, прямая линия с Богом. А сколько стоит минуту? Он говорит, тысячу долларов. Раввин удивился, все в порядке. Другой раз папа совершал поездку на святую землю, нанес визит главному раввину ответную, увидел на столе тоже красный телефон. Спросил, он говорит, для прямого контакта с Богом, а сколько стоит минуту? Он говорит, пол шекеля. Он говорит, всего-то, говорит, папа, почему так дешево? Так у нас это местная связь, сказал Раввин. Ну, это так, шутка. Слова Бога, которые сказаны о жертвах благоухания, приятные Всевышнему. Оно приводится в самом начале нашей недельной главы Вайкра, именно в связи с законами о добровольных жертвоприношениях. Самое потрясающее жертвоприношение, когда человек не просто, который его придавило болезни, дай Бог, или там какие-то обстоятельства, а когда он просто, когда просто хочется ему что-то сделать хорошее, он показывал свое отношение к Богу, и даруя животное Творцу и своего имущества, человек как бы декларировал, что он думает не о своей пользе, а о пользе Бога. И данный принцип не утратил актуальности и в наши дни. Делая добрые дела, посещая когда-то, зайдя в синагогу, изучая недельную главу, сегодня сидя вот на этом уроке, мы с вами совершаем в некотором плане жертвоприношение. На жертвенник нашей души приносится эгоцентризм нашего тела. Ведь тело не хочет сидеть слушать урок. Зачем оно? Оно хочет ходить в кино, там, а если сидеть книгой, так любовный роман, а не Тора. Он не хочет, тело другого хочет. А каждый, кто хочет вообще служить, хоть чуть-чуть написано, не зря считая свое пребывание на земле, должен начать что? Как вот это все? Исправление качеств себя. Сказал Раф Маше Шапира, великий человек, который ушел из этого мира. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Поэтому жить по Торе и в точном соответствии с Галахой. Это единственный способ выполнить задачу, поставленную Богом перед людьми. Если ты не будешь слушать указания Бога, холодильник нельзя включить без указания, ты его спалишь и уничтожишь. А человек, человек, неужели мы не слушаем инструкцию человека? Мы приближаемся с вами к великому празднику Пури. Пури – это праздник разрушения сомнения, это уничтожение Амалека, главного врага не только евреев, но всего мира. Это сомнение, это вечно разъедающая нас какая-то там шаг назад, два, два, шаг вперед, два назад система. Этот день очень актуальный и сегодня, когда раскрывается, как жить в мире, в котором Бог не только сокрыт, но и сокрыто его сокрытие. Сегодня для того, чтобы войти, надо очень сильно искать. В то время, как раньше, вот приходил, на его было видно. Пури – это великий праздник масок. Когда маски падают, и видно, что за всем стоит Всевышний. В любом событии, в любом деле стоит Всевышний. Просто он не хочет себя показывать, себя. Случайность, которую иногда дураки выставляет вперед. Случайность – это имя Бога, когда он не хочет показать себя. Везде его рука. И все обстоятельства нашей жизни, все, что с нами происходит – это и есть разговор Бога с нами. А вот как мы отреагируем, это уже наше дело. Брахавы от слаха.